Девочка-пай Это приятно, когда тебе кто-то говорит, что тебя Господь любит, да? Потому что любовь, она всегда окрыляет, если мы знаем, что нас кто-то любит, если мы знаем, что нас Господь любит, это воодушевляет. Аминь. Слава Господу, слава Господу, мы будем сразу же приходить к нашей теме, которая общая тема – это свобода. Мы уже проповедовали несколько воскресений, и свобода, она важна, это понимание, что это один из важнейших даров Божьих для нас, для людей, для тебя, как для человека, что Господь желает, чтобы ты был свободным. Только свободный может становиться личностью. Я не буду повторять некоторые вещи, о которых я говорил в прошлые воскресные собрания, вы можете все это переслушать, пересмотреть, все это есть на Ютубе. Но еще раз повторю, что только свободный может становиться личностью и войти в свое призвание, войти в свое предназначение. Сегодня моя тема будет под тема, я буду начинать сегодня, продолжать следующее воскресенье, свобода от манипуляций, от манипуляций, от контроля. И сегодня у меня под тема будет такая природа манипуляций или природа волшебства, потому что манипуляция сродни волшебству. И мы можем дать другим только то, что мы имеем. Иногда у нас такое неправильное понимание, что, ну, может быть, моя вера и слаба, но если я буду проповедовать слово веры человеку, то тогда он будет иметь веру из-за моей проповеди. Нет, мы можем давать то, что мы имеем. Иисус сказал, даром получили, даром давайте. И Павел говорит, что слово веры, которое проповедуем, то, что мы проповедуем, если это слово веры, если это то, что мы верим, это будет работать. Если ты желаешь, чтобы люди исцелялись, ты должен верить, что Господь целитель, и когда ты проповедуешь то, во что ты веришь, это будет происходить. Свободный может дарить свободу другим. Если мы внутри не свободны, мы не можем дать кому-либо свободу, потому что мы сами не свободны. Даром получили, даром давайте то, что мы получили, то, что мы имели, мы можем это дать. И вот контроль и манипуляции, опять-таки, когда мы говорим об этом, слово Божье, это как меч, обоюдно остров, он направлен и туда, и к тебе самому. Когда мы говорим, что свободна от манипуляции, то значит, что мы должны быть свободны от того, чтобы нами никто не манипулировал, потому что жизнь такова, что все равно мы сталкиваемся с определенной манипуляцией, и с другой стороны, мы должны быть свободны, чтобы мы не были людьми, которые манипулируют. И все начинается с таких простых вещей, когда мы ставим рамки для кого-то в нашем представлении, кто-то должен выглядеть определенным образом. И мы пытаемся под этот образ подстроить. Помните, как в Библии есть история, когда Давид, он поклонялся Господу, и он плясал просто, и славил Бога. И написано, его жена Милхола, что написано? Она уничижила его в своем сердце, и сказала, ты как пустой человек. Потому что она считала, что царь, он должен вот так выглядеть, он должен вот таким образом себя вести. Она говорит, ты уничижил себя перед своими слугами. И он говорит, если надо будет, для Господа я себя еще больше уничижу. То есть она имела вот такие рамки. И сегодня мы сталкиваемся с тем, что каждый почему-то знает, как тебе лучше. Опять-таки я скажу, что мою эту проповедь надо смотреть в свете тех моих предыдущих. Я уже не буду повторять в том, что есть рамки свободы, это заповеди и так далее. Но когда мы служим Господу, когда мы хотим ходить в чистоте сердца, мы должны быть свободны. Потому что каждый вот считает, каким ты должен быть. Каким должен быть пастор, каким должен быть муж, какой должна быть жена. И мы, опять-таки, когда слушаем подобные проповеди, очень часто мы не слушаем это для себя. А мы так вспоминаем, ага, да, вот этот человек манипулятор, точно. Вот ему бы сегодня послушать эту проповедь, да. И мы кого-то вспоминаем, и думаем, как бы, чтобы он это услышал. Это для нас слово. Если ты свободен, и ты не манипулируешь, то практически ты будешь свободен и от того, чтобы тобой никто не манипулировал. Итак, прежде всего, посмотрим на природу манипуляций и волшебства. Согласитесь, что когда мы думаем о волшебстве, вы слышали, какое слово волшебство? Нам сразу же представляется такая старушка с метлой, которая сидит, и у нее там такие баночки, шпляночки, они все с паром каким-то. Что-то происходит, она на что-то влияет. Но мы никогда в этом образе не знаем, что это мы можем быть такими людьми, которые занимаются волшебством. Потому что волшебство, которое в нашем понимании, как обращение к потусторонним злым силам, это также имеет место в мире, но это вторично. Первичное волшебство – это сила манипуляции. Когда мы пытаемся манипулировать, чем, кем-либо, очень часто в корне этого лежит страх, конечно. Большинство людей манипулируют не потому, что они такие злые и они хотят контролировать кого-то, потому что в их жизни страх есть. И они боятся, что если человек, который рядом, он будет себя по-другому вести, или он примет неправильное решение, мы боимся за него, но не понимаем, что когда мы манипулируем, мы разрушаем его личность. Мы разрушаем личность того, кто поддается манипуляции. И свою личность разрушаем, потому что человек, который манипулирует, который контролирует все, он пытается все и всех контролировать, на самом деле он разрушает себя как личность. Итак, природа волшебства. Давайте посмотрим два местописания. Первая царств пятнадцатая глава и Галата пятая глава. Прежде всего, мы посмотрим, вы можете закладку сделать в первой царств пятнадцатой, но прочитаем с Галатом пятая глава, где апостол Павел описывает дела плоти. С девятнадцатого стиха. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, распри и так далее. Итак, заметьте, среди всех перечисленных дел плоти есть волшебство, которое Библия называет делами плоти. Волшебство. Теперь читаем первый царств пятнадцатая глава. С двадцать второго стиха. И отвечал Самуилу, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше дуков овных. Итак, Библия учит, что послушание Богу и вообще послушание лучше, чем жертва, лучше, чем дары. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что и дало поклонство. Заметьте, непокорность или непослушание, это равно волшебство. Непокорность, непослушание равно волшебство, равно манипуляции, равно колдовство. И это очень важно понять, почему непослушание – это волшебство. Поэтому мы должны увидеть вот эту природу волшебства. Что вообще такое манипуляция? Что такое волшебство? Послушайте. Это попытка добиться каких-либо своих целей, желаний от человека, используя при этом запрещенные Богом манипуляции. Душевные манипуляции. Есть три вида силы. Сила Духа, я сейчас говорю про человека, сила Духа – это на первом месте по могуществу. И если Дух человеку укреплен силой Святого Духа, это очень сильно. На втором месте душевная сила, на третьем месте только физическая сила. Душевная сила превосходит физическую силу. Духовная сила, если она укреплена Духом Святым, это чудесно. Рожденные свыше люди, они укреплены Духом Святым. Душевная сила, если она укреплена обновлением Слова Божьего, обновлением – это прекрасно. Физическая сила на третьем месте. Правильное питание, физические упражнения могут укрепить физическую силу. Но в любом случае физическая сила только на третьем месте. Дух Святой никогда не будет пытаться заставить сделать что-либо от человека помимо его воли. Поэтому манипуляция не может исходить из Духа. Манипуляция может исходить из необновленной души. Что Библия называет волшебством. Когда мы сознательно или несознательно, чаще всего несознательно, пытаемся добиться своих целей от наших жен, от мужей, от детей, от сотрудников, пытаясь манипулировать. И это может зайти очень далеко. И, конечно, когда это заходит далеко, тогда уже подключаются духовные силы зла. В Википедии так сказано, я немножко, некоторые слова добавил. Волшебство это система мышления, при которой человек обращается к тайным силам или манипуляциям. Цель влияния на события, влияния на людей, целью добиться от них желаемого. А это запрещено Богом. Целью добиться от них желаемого. Разные методы. Я сказал, что в следующем воскресенье буду о методах говорить. Я не буду сегодня методом касаться. Но просто элементарно жена хочет добиться своих целей от мужа. И она просто кажется, нет, она не садится и не раскладывает свои баночки. Она просто перестает с ним разговаривать. И он ощущает вину. И в итоге он делает то, что она так сильно хотела. Неужели нет других методов поговорить как-то, ну, в любом случае, остаться даже на своих позициях? Потому что каждый имеет свободную волю. Мы об этом будем говорить в следующий раз более подробно. Не знаю, придете ли вы. Мы можем видеть, как иногда мамы, они не могут отпустить своих взрослых детей. Но отпустить в том плане, чтобы они были свободны. Я никого здесь не имею в виду, потому что уже некоторые друг друга пересматривают. Кто-то моя мама. Поэтому я сказал, что это относится к каждому из нас. Не надо думать о своей маме, о своем папе. Есть, конечно, периоды взросления. Маленький ребенок. Опять-таки, проще даже маленьким манипулировать. Ну, кстати, дети, у них же тоже есть плоть. Они тоже очень тонко улавливают, как можно манипулировать родителями. И бывает так, я лично наблюдал, как-то даже в магазине, такой уже мальчик, какой-то такой толстенький, кругленький, лет так, наверное, 8. Как начал плакать, и мама уже бежит и берет то, что он хочет. Сразу перестал. И практически эта мама уже на крючке у него. Но вот ребенок подрастает. И это как пример мама. Которая привыкла руководить и направлять своего ребенка. Потому что вы знаете, что когда ребенок подрастает, надо давать ему больше свободы в пределах его способностей психологических, умственных. Но и вообще манипуляция и контроль – это нездоровая связь между людьми. Это зависимость. Оба мучаются. Я иногда наблюдал, дочери, например, бывают и сыновья, 40, 45, 50 лет, и мама контролерша. Очень часто такие люди не могут выйти замуж или жениться. Даже барни, ребята, мужчины. Ему уже 50 будет. Мама не говорит ему, не женись, нет. Но вот этот дух волшебства уже настолько сильно привязан, что он не может уйти на такое расстояние, чтобы начать жизнь самостоятельную. Мама ему звонит пять раз в день. Ей надо узнать, ее сыночек, он 50 всего лишь. Где он? Один его шарфик. И кажется, такая забота, замаскированная под манипуляцию. Точнее, манипуляция, замаскированная под заботу. Но в чем и проблема, что эта мама же не понимает. Она не понимает, что она разрушает личность своего ребенка, который в 40, 50 лет он не может отделиться от нее. Он не может быть свободным. Они даже могут ссориться. Потому что они надоедают друг другу. Но тем не менее, это постоянная навязчивая забота, эти навязчивые подсказки. А тебе надо это делать. А тебе надо это делать. И ребенок может сопротивляться, я не знаю, можно ли ребенком назвать уже такого, но все равно делай. И эта мама или папа, может быть, лучше знает. Он все знает для этого ребенка. Только сам несчастный и ребенка несчастным делает. Но знает все как лучше. Какую шапочку одеть? Понимаете меня? Понимаете, о чем я говорю? Это такие вещи. Жена может манипулировать мужем. А жена может манипулировать мужем. А муж может манипулировать женой. Я встречал таких вот ребят, которые женаты. Знаете, жены им звонят каждые 15 минут. Это просто нереально. Я не представляю, как так жить можно. Им надо знать каждую минуту геолокацию. Где он, мой избранник? Моя собственность. Мой личный, как говорится, муженек. Где же он? Как бы он ни сделал что-то непоправимое. Может быть, на красный свет суть не перешел дорогу. Надо постоянно в курсе дел быть. Если вас задают вопрос, например, молодые люди, девушка, парень. И вам задают вопрос. Это вопрос с подвохом, помните. Потом скажите мне спасибо, что я так вас сразу предупредил. Вам задают такой вопрос. Что бы вы хотели поменять, изменить в своем избраннике? Вы должны ответить так. Ничего. Мне все нравится. Любовь не ищет своего. Потому что если ты что-то хочешь поменять, запомни, что до свадьбы все хотят быть идеальными. Мой, где он Литвий. После свадьбы, значит, немножко по-другому. Но все равно, если ты уже на свадьбу что-то хочешь поменять, после свадьбы ты его полностью захочешь поменять. Полностью. Поэтому лучше ответьте на этот вопрос правильно. Скажите, нет, все нравится. Аллилуйя. Но начинается с того, что вот так, что-то нравится, а все остальное, ты не кому не говоришь, а все остальное исправлю после. После исправлю. Он меня будет как шелком. И вот здесь, смотрите, кажется, это такая безобидная, хрупкая девушка. Какой манипулятор уже внутри. Что там мужик три метра роста, да? И будет реально как шелка выходить. Я иногда замечаю, я думаю, боже, как это так удается? Какой талант. Муж такой послушный, да? Все делает вовремя. Все делает вовремя. И жена манипулирует мужем. И не понимает, что разрушает. Опять-таки, когда я говорю, что жена манипулирует мужем, это может быть и обратно. Разрушает личность. Вот смотрите. Когда люди хотят, ну, молодые люди хотят жениться, почему они хотят жениться? Им понравилась личность, правильно? Потом, это может быть страх, что-то другое. Они пытаются контролировать, манипулировать. Опять-таки, в 90% это несознательно. Это потому, что кажется, что, ну, так правильно будет, так будет мудро. Он же дурной. Он же молодой. Надо подумать, что там муж на 10 лет старший. Ну, молодой все равно еще. Надо подсказывать ему все, да? И потом они говорят, мой муж, он не самостоятельный. Так а кто сделал так? Он даже носки не знал, где лежат у него всегда. Он там поставит их, да? Поставит. Даже на перестань. Он потом ищет. И, смотрите, когда разрушается личность, вот, например, почему молодые люди женились, вышли замуж, а потом они уже хотят разводиться. Ну, через некоторое время. Бывает такое, да? Потому что они говорят, я выходила замуж, или я женился на другом человеке. Потому что это была личность, они были свободны, теперь они женились, они манипуляциями занимаются, контролем, разрушается личность. И когда человек перестает быть личностью, он уже не может нравиться. Ну, кто в этом виноват? Человек должен быть свободным. Бог не хочет и не разрешает, чтобы мы влияли на чью-то свободу. Некоторые поддаются, а некоторые, наоборот, они могут отдалиться. Некоторые дети, если слишком сильная такая опека над ними. А им однажды, может, они могут сказать, ну, знаешь, мама, папа, извини, но я уже так не могу. Понятно, я не говорю о других крайностях. Мы должны советовать. Это хорошо, когда дети открыты для совета. Но ты не можешь что-то навязывать, потому что, если ты будешь навязывать, ты будешь разрушать взаимоотношения. И некоторые считают, что взаимоотношения это постоянные какие-то указания, постоянные претензии, постоянное недовольство. Некоторые жены, вот извините, я что-то сегодня прожил. Но реально, они не разрешают мужу зайти на кухню и говорят, что это их офис. Они, потому что только она знает, где стоит и как должна стоять кастрюля, какой ручкой куда повернутой. И не дай Господь, ты перестанешь. Где сковородка должна стоять, где ложка должна лежать. И потом даже у таких, у них уже дети выросли, женились. И там другая эта семья, они же не могут идти на кухню, потому что там мама все контролирует. Я сама все приготовлю. Вы не знаете, вы дети этим детям уже 60. В холодильник только она, она знает, где должна каждая баночка, стряточка стоять. И вот эта манипуляция от нее, прежде всего, сам человек, который манипулирует, он устает. Только он знает, сколько соли надо кинуть в зуб. Только он единственный знает, как готовить. Не, я просто это знаю, потому что я сталкивался с подобным, у меня, ну ладно, надеюсь, он не посмотрит, мой родной брат, один из моих братьев. Вот он приезжал ко мне когда-то в гости, он приезжает, я не обманываюсь, со своими ножами. У него они самые острые. Только он готовит, он мне сразу говорит, не, я сам буду готовить. Я Ире говорю, слушай, он еще и готовит, сам хочешь. Ты не против? Потому что для меня это странно, если ко мне приезжают гости, я хочу сам их угощать. Ир говорит, да, пусть готовит. Слава Госпомаира, она вообще не манипулирует. Она говорит, да пусть готовит, что хочет, то и делает, если ему нравится. Он идет на рынок, он знает, что купить. Он готовит, он очень круто готовит, конечно. Но я понимаю, почему он развелся. Потому что, ну нет в мире человека, который приготовит правильно. Нету. Не существует таких. И вот он приезжал и мне сказал, он сам готовит. Он делает такие какие-то кулинарные шедевры. Но я лично так вот немножко посмотрел на все это дело и думаю, господи, ну это нереально как-то. Да? Если ты не можешь прийти в гости и скушать то, что тебе предлагают. Ну представь, ты пришел в гости и такой, да нет, знаете что, я сам приготовлю. Ну что-то это уже вообще ненормально, да? Да я не против как бы, но, ну как-то это, ну что ли, невежливо, что ли? Ну правда же? Я вас еще не запутал, думаю. Нормально все, потому что, видите, я то-то-то-то. Я про брата не хотел говорить, но пришлось. Чтобы привести пример, что человек сможет ехать издалека со своими ножиками. Так бывает, что манипулируют, нельзя на кухню, нельзя туда, должно все вот так быть, должно все вот именно так стоять. Из-за этого ссоры возникают, и мы должны освобождаться от этих вещей. Поймите, что я говорю о малом, о малом, о малом, это как малое мазотрагон, но пусть Дух Святой откроет другие сферы, которые конкретно для тебя. Потому что если ты манипулируешь, ты сам от этого устаешь прежде всего. Ты не можешь держать все под контролем. Продолжение следует...